Слава Богу, если война объявлена, у нее есть хорошая новость, она завершится, завершается несколькими способами, тут как бы от плохого, от лучшего, от плохого к хорошему. Итак, перемирие, перемирие, перемирие известно еще очень издревле, еще до нашего века, но кто смотрел фильм Трое американский, или хотя бы Илладу читал, может быть, тот знает, что там уже есть вот это перемирие. Перемирие зачем? Там два вида перемирия. Первый такой, повоевали, много трупов, объявляют перемирие, трупы разбирают, сжигают, хоронят, все красиво, все по правильному и воюют дальше. Это перемирие во время войны. Но есть и другое перемирие, перемирие уже по окончании войны. То есть перед тем, как закончить войну, как правило, объявляют перемирие. Все, стоп, стоп, тайм аут, давайте подождем и договоримся. Устали они боевать, подождем и договоримся. Это более-менее такой способ разрешения прекращения войны. Следующее, это капитуляция. Капитуляция. Капитуляция, это когда один проиграл, а другой выиграл. То есть, когда одна сторона сломала другую. Такое не всегда бывает в войнах, но такое случается. Ну, я вам приведу следующий кейс, это котел под Иловайском, известная. Это русско-украинская война. Когда были украинские войска, вошли в Иловайск, его, ну, пошли туда. Тогда наша армия их окружила, и они были применены, орудия град такие есть. Ну, они бьют по площадям, и ничего живого не остается. И был создан Иловайский котел. То есть, украинская армия была, ну, в клеще нашими войсками зажата. И тогда предложили им капитулировать. То есть, сдаться. И там было два варианта. Или сдаться, пройти на свою территорию без оружия, или пройти на свою территорию с оружием. То есть, и был спор. То есть, опять шли бомбежки, эти уничтожения военной силы. Вот. И, в конце концов, ну, я так понимаю, произошло так. Были украинские войска, часть, смогли выйти из этого котла с оружием. То есть, был гуманитарный коридор, посмотрите в интернете, Владимир Владимирович Путин сам заявил, что необходимо сделать коридор для выпуска. То есть, он признал, что это была капитуляция части украинских войск, а они вышли, ну, правда, с оружием. Ну, часть, вроде бы, как нет. Часть без оружия. Понимаете, как интересно? Это же наша победа, да? Россия не победили. Но из-за того, что мы не объявили войну, мы даже этим не можем воспользоваться, что мы так героически уничтожили противника. Мы победили, мы взяли его в клещ. Это пример капитуляции. И последнее, это договор. Договор. Договор о прекращении войны. Только вот теперь я не вижу, почему это лучшее. Плохо. А, ну да, лучшее. Да, лучше, лучше. Договор, когда обе стороны, обе стороны воевали, не могли победить одна другую, и были заключены, например, Минские соглашения. Что такое Минские соглашения в русско-украинской войне? Это соглашение о прекращении военных действий. Это международный договор, который прекращает войну. И вроде бы, по де-факто, все эти мы видим, что война прекращена. По крайней мере, на этой территории. Вот так прекращаются войны. Пожалуйста, какие есть вопросы по прекращению войны? После капитуляции, да, что происходит с правительством капитулированной ситуацией? Как правильно? Ну, там есть такое понятие, как полная и безоговорочная. Когда полная и безоговорочная капитуляция, их отдают под суд. Под трибунал международный. То есть смотрят, если они совершили международные преступления, что это значит? Не значит, что они в войну вели, а то, что они вели войну не по правилам. Если будет выявлено, что они вели не по правилам, их наказывают. Если видно, что по правилам, а, например, неувердский процесс, трибунал известный, там несколько их оправдали, потому что выявили, что они вели войну по правилам. Все. Их судят по международному правилу. Такие последствия. Пожалуйста, какие еще есть вопросы к датам? Можете, пожалуйста, еще раз повторить, чем главное отличие перемирия от договора? Значит, перемирие это временное, а договор уже окончательный. Перемирие по сбору раненых или перемирие перед договором. Например, объявляют перемирие, потом собираются где-то, заключают договор, но все, перемирие переходит в прекращение, в окончательное прекращение. Пожалуйста, какие есть еще вопросы о прекращении? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...